Рано утром компания SF Express, это служба доставки, принесла новую посылочку. Внутри лежит Yumi Iron Pro. Вы, наверное, помните, что я делал распаковку Yumi Iron, но обзора так и нет. И не будет, потому что это инженерный образец. У меня был жутко-жутко глючный инженерный образец. Я сказал, что на это делать я обзор не буду. Обновлял прошивку несколько раз. В конце концов, поставил какую-то прошивку, которая уже по воздуху не обновляется. Мне сказали, обновляй через компьютер. Я сказал, нафиг, нафиг, нафиг. К сожалению, вот это Yumi Iron Pro, тоже инженерный образец. Компания очень... О, дорогой Денис, спаси. Тут мне даже письмо написали. Огромное спасибо за письмо. Я почитаю это на досуге. Технические характеристики, которые они тут написали, я знаю. Но обзора вот на этот телефон тоже не будет. Сейчас я его распакую, покажу, как это все лежит. Протестирую основные функции и на этом... А, сравню, конечно же, с предыдущей версией. И на этом все. Потом они мне пришлют финальную версию. И уже на финальную версию я буду делать обзор. Я сказал, что больше на глючные инженерные образцы от компании Yumi, как минимум, обзоры не делаю. Вообще, в последнее время много производителей присылали инженерные образцы. Некоторые пришлось послать назад, потому что это обозревать невозможно. Маленькая бумажка с техническими характеристиками. И что? Из батареи написано 3300 мАч. На самом деле у них прикольно. На сайте написано от 300 до 300. Чем... Эх ты, ё-моё, батарейка садится. Чем эти телефоны отличаются? Практически ничем. Единственное, что в Pro добавили, это сканер отпечатка пальца. Видите, вот сзади есть. Здесь нет. И заменили USB, просто micro-USB, на USB Type-C. Всё остальное тоже, тоже самое. Расположение кнопочек совпадает. Вот этот вот индикатор событий разноцветный совпадает. Две симки совпадают. Камеры совпадают. Что здесь стоит? MTK 6753 процессор. Видеоускоритель Mali-T720. 3 гигабайта оперативной памяти. Как это достать? И 16 гигабайт накопитель. Экран 5,5 дюймов. Разрешение 1920 на 1080. Передняя камера со вспышкой. Вот она, вспышечка. Передняя камера 8 мегапикселей от OmniVision. Что-то совсем как-то у вас тут всё темно. Вот так вот будет получше, наверное. Задняя камера 13 мегапикселей от Sony. Ну и батарея, как я уже сказал, у них от 300 до 300 написано. Русский язык поддерживает. Кнопочек на экране, в смысле сенсорных, нет. Они нарисованы на экране. Вот, в принципе, и всё. Двойная вспышка. Сканер. Сканер глаза. То есть можно разблокировать с помощью сетчатки глаза. И они этот телефон позиционируют как... Как бы это объяснить-то? Типа защищённый телефон для спецагентов, которые и глазом разблокируют, и пальцем разблокируют. И ещё металлический весь. В общем, сканер отпечатка пальца. Как работает? Кнопку включения нажимать не надо. Просто прикладываем палец, и видите, он включается. Нажимаем кнопочку. Ещё раз давайте. Оп. Ну и давайте третий раз. Оп. Ну и давайте ради интереса покажу другой какой-нибудь палец. Не работает, не работает, не работает. Ну а теперь под другим углом приложу основной палец, который должен разблокировать. Работает. Хорошо работает. Хорошо. На телефоне сразу стоит рут и приложение для фитнеса. Здесь можно сердечную деятельность проверить и стресс. Мне кажется, ерунда, потому что при измерении пульса надо прикладывать палец к камере. Но на камере нет вспышки, не подсвечивает мой палец, как она определяет, как там сердцебиение происходит. Там же полная темнота. Вот как-то мне кажется, что-то тут не то. 105 ударов в минуту. 106 ударов в минуту. Ну а теперь я сам считаю. Посчитав самостоятельно, я насчитал 110 ударов в минуту. Так что думаю, приблизительно правильно считает. Нифига у меня пульса. Зашкаливает. И Антуту для Юми Айрон Про выдаёт 31723 результат. Для меня Про ассоциируется с чем-то продвинутым, профессиональным, более дорогим, чем оригинальная версия устройства. Здесь же добавили сканер, изменили тип USB. И на этом всё. Назвали бы лучше Юми Айрон 2. Это было бы, на мой взгляд, более правильно. Как я уже сказал, обзор на вот это конкретное устройство делать не буду. Это инженерный образец. Финальную версию пообещали прислать очень скоро. Если у вас есть какие-то вопросы, хотите знать что-то конкретное, ну не знаю что, всё что хотите, задавайте вопросы в комментариях к этому видеоролику, получу экземплярчик, протестирую и расскажу о всём, о чём спросите. Ну, конкретно, про этот телефон. А теперь давайте посмотрим, как снимает камера. Немножко так. Всё время, когда вот так вот вытаскиваю телефон, для того, чтобы протестировать быстренько камеру, боюсь уронить его туда с 33 этажа. Наверное, вам уже надоел этот вид, но мне некогда сегодня куда-то бежать, для того, чтобы быстренько протестировать камеру. Хватит и вот этого вот. Потому что мне срочно нужно монтировать видеоролик и бежать по делам. Он ещё заливаться будет сутки. Ну вот, фокусировку показал. Реакцию на изменение освещенности тоже. Оп. Не, сюда сфокусироваться ну, что-то получилось. сфокусироваться.